Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Регион» на ваших телеэкранах в студии Виталий Барташевич. Через пост памяти, который находится на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», прошел каждый четвертый житель города Бреста. За 46 лет несения почетной вахты через городской центр военно-патриотического воспитания по 100 памяти прошли 94 тысячи 23 юно-армейца. За период этого года порядка полутора тысяч учащихся. И ведь это не просто цифры статистики, это показатель прочной связи поколений. На днях в Брестском горисполкоме подвели итоги несения вахты памяти мемориальными отрядами учреждений образования города за 2017-2018 учебные годы. В далеком 1972-м старшеклассники впервые заступили на пост памяти. Военно-патриотическая традиция живет и сегодня. Вахту памяти продолжают нести в ноги и правнуки тех, кто первыми заступили на пост. Каждый год через пост номер один проходит порядка полутора тысяч старшеклассников в учреждении образования Бреста. В этом учебном году традиционно принимали участие 45 мемориальных отрядов школ, гимназии и лицеев. Это своеобразная школа социальной значимости, организованности, адаптации в обществе. Главный принцип формирования мемориальных отрядов – это принцип добровольности, преемственность поколений, потому что первые юноармейцы, которые заступали в 1972-м году, они уже бабушки и дедушки. Сейчас уже внуки и внучки заступают, продолжая традиции своих старших товарищей. Практически каждое учреждение общего среднего образования города Бреста плюс учреждение профессионально-технического среднего специального образования, в том числе и частной формы собственности. Каждый год в сентябре овальный зал Брестского госполкома наполняется юноармейцами. На церемонии, посвященной подведению итогов несения городской вахты памяти и мемориальными отрядами учреждения образования Бреста, лучшим почетным караулом были вручены награды. На пьедестале победители, учащиеся городского лицея номер один имени Пушкина. Для каждого, кто научился правильно машаровать и в стужу, и в зною, в выходные и в праздничные дни, стоять у вечного огня, несение вахты – огромная честь. Мой отец полковник, поэтому я, скажем так, имела какое-то отношение к армии, мне это очень нравилось, и я решила записаться в школе в почетный караул. Так я туда попала. Для меня мемориальный отряд – это своеобразная школа мужества и патриотизма, которая учит быть патриотом своей Родины, собранным, дисциплинированным, а также чтить память Великой Победы и тех героев, которые положили свою жизнь в Брестской крепости за свободу и независимость нашей Родины. Я заступал всего три раза. Это с девятого класса, сейчас я в одиннадцатом. То есть первый раз часовой, и вот сейчас уже будет второй раз у меня, буду начальником. Самый запоминающийся момент – это когда ты стоишь возле вечного огня. Это непередаваемое ощущение. Юно-армейскому движению в Бресте 46 лет. Сегодня вахту памяти несет третье поколение учащихся. В первую очередь она знаменует дань памяти от учреждения образования Брещины защитникам Отечества. Специфика мемориального комплекса, который находится в Брестской крепости, где использованы руины Брестской крепости при построении мемориала, они, конечно, накладывают на детей отпечаток, где не соприкасаются с историей, где каждый метр дышит этой историей. И ребята непроизвольно становятся серьезнее, организованнее. Ну и плюс, конечно же, форма военная юно-армейца, определенные ритуалы, должностные обязанности. Это, конечно, накладывает отпечаток. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Брест принимал финал областной акции «Семья, служим вместе». Акция проходит десятый год подряд и стала неотъемлемой частью духовной жизни всего милицейского ведомства. С финалистами акции познакомилась и наша съемочная группа. Акция «Семья, служим вместе» проводится среди подразделений органов внутренних дел. И основная ее цель – это сохранение духовно-нравственных ценностей, а также популяризация идеала крепкой и дружной семьи. В минувший вторник, 18 сентября, в музее милиции Брещины в торжественной обстановке выбрали лучших из представителей милицейских династий. В этот раз в Брест приехали четыре семьи. Одна из них – семья из Столина, Богатко, Андрей и Алла, которые воспитывают двух замечательных девочек-близнецов – Алину и Арину. Глава семьи, подполковник милиции, работает в Столинском РОВД начальником отдела правопорядка и профилактики. Его супруга работает в этом же отделении старшим инспектором службы информационного обеспечения. Для семьи Богатко конкурс – это не просто состязание, а возможность показать своим подрастающим дочкам, что служба в милиции – это пусть и тяжелая работа, но вместе с тем еще и очень почетная. Это продолжение наших семейных традиций, потому что волей, неволей судьбы сложилось так, что мой отец и отец моей супруги также являлись в свое время действующими сотрудниками, в настоящее время являются ветеранами органов внутренних дел. И поэтому в стенах Столинского РОВД у нас действительно единственная семья, которая является продолжателями династии, милицейской династии. Поэтому кто, если не мы? Вместе с мужем 24 часа, в отличие от других жен, которым уже почти не видят, я его вижу постоянно. В этом году супруги Богатко удостоились права представлять управление внутренних дел Брестского облсполкома в финале республиканской акции «Семья служим вместе», которая пройдет в Минске. С каждым годом сделать выбор лучших становится все тяжелее и тяжелее. Каждый год лауреаты акции замечательны, каждая семья по-своему. Кто-то активно участвует в спорте, кто-то популяризирует милицейские династии, кто-то занимается общественной деятельностью. Поэтому свести воедино все критерии каждый год становится довольно трудно, но мы отбираем лучших. Акция «Семья служим вместе» в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома проходит уже десятый год. И, несмотря на это, никогда не повторяется. Каждый год в списках участников новые семьи, которые служат и своим примером показывают, как можно вместе двигаться вперед, совмещать непростую работу в правоохранительных органах и строить крепкую и дружную семью с высокими морально-этическими ценностями. Награды и грамоты участникам вручил начальник УВД Брестского облсполкома Александр Острейко. За то, что вы друг друга поддерживаете, это позволяет двигаться вперед каждому члену семьи. Ну и думаю, что дети, глядя на это, только поддержат в дальнейшем и будут дальше продолжать династию своих родителей. В рамках областного этапа проводился конкурс рисунков. Победителем здесь стала Алина Пахамчук, дочь капитана милиции Пахамчука Василия, участкового инспектора милиции Пинского РОВД. Алина занимается рисованием с шести лет. Ее рисунки постоянно участвуют в выставках в Пинске и Пинском районе. После официальной части мероприятия состоялась памятная фотосессия, а затем экскурсия по музее милиции Брещины. Завершающим этапом стало посещение участниками экспозиции «Зимний сад» в Брестском госуниверситете имени Пушкина. Сразу несколько мероприятий, организатор которых Брестское областное объединение профсоюзов, состоялись в сентябре в городе Надбулгом. Первое – заседание областного совета по трудовым и социальным вопросам. Второе – велопробег молодежного совета. Предваряли последнее, в свою очередь, круглый стол и специальные тренинги. К слову, велосипедное шествие – дань уважения большой дате. В 2018 году Брестские профсоюзы отмечают 70-летний юбилей. В рамках заседания областного совета по трудовым и социальным вопросам были обсуждены четыре темы, в их числе создание первичек, соблюдение сроков выплаты заработной платы, а также организация работы по заключению нового соглашения между Брестским обл. исполкомом, объединением нанимателей и профсоюзом. Были рассмотрены и вопросы доплатно проезд к месту работы. Мы еще рассматривали в вопросах о разном. В соглашении областном есть такая запись, что бюджетные организации, такие как учреждения культуры, образование, здравоохранение, те работники, которые проживают в городах, а работают в сельской местности, по соглашению должны из внебюджетных средств получать доплату до 50% за проезд. Второе мероприятие «Велопробег» предварял круглый стол на тему взаимодействия государственных структур и общественных организаций по вопросам молодежной политики. Мероприятие прошло в форме активного диалога. На вопросы интересующие собравшихся были даны максимально полные и компетентные ответы. Федерация профсоюзов, как любая организация, любая организация и общественная, они заботятся о молодежи, это те, кто придут нам на смену. Поэтому мы сегодня проведем круглый стол. Все отраслевые профсоюзы прислали сюда своих представителей. Мы проведем сначала круглый стол, ответим на вопросы молодых представителей профсоюзов, лидеров, молодых лидеров профсоюзных организаций. На все интересующие, скажем, будет проведен круглый стол. То мероприятие, которое сегодня проходит, общение, скажем так, в кругу диалог различных организаций, государственных органов и структур, он, конечно же, будет способствовать взаимодействию нашей молодежи и более активному ее проявлению в современном, скажем так, социуме. Вопросы, конечно же, которые мы сегодня будем адресовать и органам управления города и области, и областному объединению профсоюза, они будут касаться различных направлений молодежной политики. Программу дня продолжила система тренингов «Профсоюз. Время твоих возможностей». Молодых профактивистов знакомили с командообразующими технологиями и основами ораторского искусства. Далее велопробег. Стартовала велосипедная турне на выезде из города сразу за деревней Тюхиничи. Профсоюзные лидеры были настроены преодолеть предусмотренное маршрутом три десятка километров легко. Здоровый образ жизни для большинства из них не просто красивое сочетание слов. Напомним, велопробег приурочен к 70-летию со дня образования Брестского областного объединения профсоюзов. Велопробег – это такое мероприятие, которое немножко необычное, немножко молодежное, в том плане, что подразумевает спортивное качество, подразумевает здоровый образ жизни. Дистанцию мы выбрали порядка 30 километров. Мы финишируем в городе Высокое. Цель велопробега – это поверить в себя, показать самому себе, что ты можешь, что это достойно, доступно. И вот этот здоровый образ жизни – это порыв, который был создан сегодня на мероприятиях первой половины дня, вложить в наш велопробег. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Эдуард Пукнович, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Школьники Пинского района поборолись за звание победителя соревнования по пожарно-спасательному спорту. Кто оказался достоин переходящего кубка победителей, узнали наши корреспонденты. Подняться по штурмовой лестнице в окна учебно-тренировочной башни и преодолеть стометровку с препятствиями. С такими заданиями пытались справиться школьники Пинского района. На базе пожарно-аварийной спасательной станции номер два прошли очередные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В этом году максимальное количество участников – 22 команды. В 2017-м соревнования не проводились из-за реконструкции части, поэтому стартовой линии участники мандражируют вдвойне. Как-никак год без практики. Шансы на лидерство в командном зачете в начале соревнований у всех равны. Дело за качеством подготовки и олимпийским спокойствием. А тем временем кубок победителя на столе у главного судьи отблескивает золотом на солнце. В 2016-2017 учебном году наша школа заняла первое место и получила в награду переходящий кубок. К участию мы очень хорошо готовились. Представителем нашей команды была Богдан Вера Николаевна. Она команду готовила на протяжении всего учебного года, старалась. Ну и достигли успехов в этом деле. Мы принимаем не первый год участия в соревнованиях. Сегодня также мы впечатлены и результатами своими, и результатами других команд. Все просто отлично. По словам участников, все как в жизни. Задача, казалось бы, элементарная. Но из-за эмоций результат непредсказуемый. Все-таки смотрят на тебя все, как-то, ну, волнение. По штурмовой лестнице за считанные секунды сбираются и школьники, и школьницы. Девочки в заданиях не находят сложностей. Сначала я боялась, а потом, оказывается, легко было. Но это первый раз. Мы приехали во вторник и начали лазить по лестницам, и все. По промежуточному результату лидером стала Молотковичская школа. Следом Валищинская. Замыкает тройку лидеров Стытычевская. В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в этом году участвуют 22 команды. По результатам видно, что все ребята, как юноши, так и девушки, готовились. Видно, что ребята старались, и результаты такие средние все. Соревнования по пожарно-спасательному спорту – для кого развлечение, а для кого и будущая профессия. Этот вид спорта, пожарный спорт, дал мне мотивацию поступать в Минский университет. С секундомером на контроле Сергей Середич. Сегодня он в форме сотрудника МЧС. А всего пару лет назад, ровно так же, как и эти дети, соревновался за лидерство. Олег Алексеевич приезжал, как бы заметил, вот предложил поучаствовать в соревнованиях таких, ну попробовал, понравилось, загорелся. Получается, появилось желание поступить в дальнейшем в институт МЧС. Вот начал стараться подтягивать предметы, которые нужны были. Ну и в общем, в 2012 году сдал централизованное тестирование, поступил в Гомельский инженерный институт. В дальнейшем в институте занимался пожарным спортом, этим же видом. Получил звание, на втором курсе получил звание мастера спорта. На третьем курсе участвовал в чемпионате мира уже. Мы Белоруссию выиграли чемпионат мира молодежной командой. В результате кубок победителя достался команде школьников из Молотковичей. Уступили победителям дети из Валищи. Третье место у команды Стытычева. А на сегодня у нас все. Мне же остается лишь поблагодарить вас за внимание. Всего доброго, до свидания.